Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Чрезвычайно сухая и пыльная каменистая грязь, придающая красной планете характерный оттенок, ужасна для посадки и роста растений. В реголите не хватает обычных органических веществ растений и животных, которые обычно обеспечивают сельскохозяйственные культуры питательными веществами. Прошлые попытки вырастить хоть что-то в почве, полностью повторяющей марсианскую, здесь, на земле, окончились неудачно. Немного помогло добавление смеси из скошенной травы, навоза и червей, растениям стало легче расти в реголите. Но этого все равно было недостаточно. Новое исследование ученых из Университета штата Колорадо выявило недостающий фрагмент головоломки для благоприятного роста представителей флоры. Им оказались почвенные бактерии, способные забирать азот из воздуха и насыщать им растения, пишет New Atlas. Азот для растений – важное питательное вещество. Ученые сравнили два образца клевера. Один посадили в неизмененную «марсианскую» почву, другой – в реголит с почвенными бактериями. Оказалось, что растение с симбиотическими микробами росло намного лучше. Оно продемонстрировало на 75% больше роста корней и побегов, чем другой образец. Жаль, однако, что уровни азотсодержащих молекул в почве вокруг обработанных бактериями растений не увеличивались. Если бы это было так, то ученые открыли бы упрощенный способ улучшения реголита с течением времени, сделав его более подходящим для выращивания сельскохозяйственных культур еще быстрее. Тем не менее, результаты показывают, что добавленные микробы могут стать важным помощниками для будущих марсианских фермеров. Как будет выглядеть жилье на Марсе?